Аплодисменты Добрый день. Рад приветствовать вас, жители Николаевска. Давно на самом деле ехал. Сносил даже визит. С рядом жители Николаевска уже общался на ряде территорий. Люди вы волевые, патриотичные. Меня спрашивали в сайте, даже поскольку ваше представительство, когда мы здесь приедем, когда поговорим о этих проблемах на поле-менее. Что я хочу сказать, что проблем действительно в времени много. Вы видите, что я разворачиваю правительство лицом к этим проблемам. Наверное, мы не сразу и не все решим. Сегодня, собственно, приехали. Сразу вам скажу, увидели проблему с баранками. Она воспоминительная, на мой взгляд, действительно, какие-то комбарданты стоят разрушены. Конечно, их надо сносить. Конечно, надо строить жилье. Строить, понятно, что это дорогой бюджетный процесс. Нам нужна программа. А вот касаемо того, что сносить, что ребенок может залезть. Это не просто это эстетически. Но что это такое? В современный город должен быть нормальным. Какие-то там полуразвалившиеся здания. Я не первый раз. Уже были сейчас на ТЭЦ. И тоже собрали коллективы. Представители ТЭЦ. Говорят, ну вот, ничего не меняется. Ну, это тоже мне не согласно, что ничего не меняется. Сразу вам скажу, потом придем к формату вопрос-ответ. Что я был лет пять назад на ТЭЦ. И сейчас вот для меня, вот, уже перемены, это просто развитие. Набережная, я имею в виду Николай Угодник. Говорят, мне везу завершающийся проект. Почему мне подрядчик понравился? Потому что у него проект до конца года. Говорят, я вам обещаю, что до сентября я сдам этот проект. И сейчас действительно активно их развиваю. Вызывает, безусловно, большое раздражение. У нас даже по инициативе Покойкова привлекались к уголовной ответственности слухозаказчики за больницу в Николаевске. Понимаю, что это большое ожидание всех вас в больнице. И, конечно, воспоминительное. Ну, это то, что она здесь полностью задана. Сегодня у нас состоялся жесткий разговор с подрядчиком. Он нас заверил, что он до конца года в больнице остается. Ну, я подошел, я написал, его заставили все-таки подтвердить. Что по 15-му и 12-му этот объект завершает. Оборудование в это время не поступит. Оборудование в 25-м году не оборудует. Но я убежден, что в 25-м году у нас другие услуги. Хотя на рекламе и по линии здраво, и по линии службы заказчика, и по линии подрядчика совершенно очевидно. Поэтому это вот только те проблемы, которые я сегодня увидел. И постарался разрешить в интересах жителей не товарища. Понятно, что больше, понятно, что мы нуждаемся для того, чтобы вы нам навязали задачи. Убежден, что власть работает для людей. И не для того, чтобы рисовать красивую картинку. Многое делается. Это тоже нельзя забывать. И нельзя себе портить настроение, говоря, что все плохо. Да нет, есть отложительные аспекты. Школу сегодня посетили. Хорошая школа. Причем, что вызывает уважение, это не новая школа. Это школа четвертая. Который ремонт был 20 минут назад. Литра целая. Дети внимательно относятся к седьмому оборудованию. К фактам. То есть ничего не поцарапано. Еще не распитывали. Везде помазили, там и в туалеты зашли, и в прослотки. Еще, еще это было, что учебного процесса нет. Действительно, хороший объект. И с уважением к тем людям, которые там работают, которые там уберегают. И к тем детям, которых они воспитывают. Потому что даже актовый зал, из дербантина, соответственно, кресла. Все целые. Мы знаем, что дети там любят ковырять, там отрывать, что-то нет. Ничего подобного. В очень достойном состоянии, причем уже много лет. Делать так, чтобы защищать место, в котором мы живем, на мой взгляд, это большая задача каждого из нас. И не только человек. Мы тоже спрашивать будем. Вы знаете, наверное, видели из телевидения, из соцсетей. Мне когда администрация начала рассказывать, что у нас все хорошо. По осуждениям, по которым идет большое количество нареканий. Я думаю, если начал видеть непостроенные школы, полуразвалившиеся поликлиники, вот заставил создать атлас проблем нахобед. Что такое атлас проблем? Вы участвуете, говорите, давайте зашивать в этот документ, который мы на бумаге и электронном носителе по соцсетям. Именно то, что нам, сегодня жителям, не нравится. И все-таки обернем наших чиновников желание показывать дискуфить на положительную картинку к тем проблемам, которые у нас в обществе, во всех городах есть. И будем вместе и последовательно решать. Вот этот атлас уже создан. На следующей неделе уже, я тоже на 7 лет справиться, будет держать отчет по содержанию этой картинцы. И в нем принимают участие люди, включая и жизнь в Наталайском, которые представляют эти объекты. Ну и, собственно, сегодня я сам поучаствовал в том поручении, что ряд параков, которые явно опасны для жизни и здоровья людей, и детей наших, которые все-таки должны быть. Мы просто войти должны. Я в главе сказал, что две недели, что это самое опасное паракет в Сибирском, нужно их снести. И специально это говорю лично для вас, потому что, на мой взгляд, общественные контроли гораздо важнее, чем внутренние действия между разными уровнями. Поэтому еще раз с удовольствием вам говорю. Здравствуйте. И перейдем к вопросу. Вопросу я не буду представлять, позвольте, потому что уже много районов объект взял. На самом деле, конфликты из класса, там поднимаются пять рук. Даю что-нибудь одному, что-нибудь четыре, а сами говорят, это нам дают, потому что нам будет процесс у кого микрофон, поднимайте руки и постараемся никого не забыть. Но работаем с руками, чем люди, которые соответствуют микрофон. Пожалуйста. Добрый вечер всем, уважаемые собравшимся. Добрый вечер, Дмитрий Викторович. Хочется начать встречу и сказать большое вам спасибо. Вам, всей, вашей команде, чтобы приехали к нам в город. Вот жители, жители города, вас благодарят за это, что нам привезли солнышко и прямовый переносном смысле. Жители. Меня зовут Ахтемов Антон, я коренной житель. Здесь родился, вырос, здесь живут мои дети, моя мама. Это, кстати, не я, это владыка привез. Мы сегодня открыли в центр, прилетели вместе на нашем самолете. Поэтому наше высокое пресвященство, солнышко, действительно, привез. Мы под всем клеимся. Депутата города, социальные предприниматели, основатели канала Николай СТВ, люди писали все вопросы, жители могут не переживать. Я обещал лично вам в руки это передать, я лично вам в руки это и передам, как я обещал всем нашим жителям. Все вопросы без корректировки, как они были, они вот в этой папочке, именно вам в руки я передам. У меня для вас другой вопрос, касаемый большого масштаба, большого края. Я постоянно вижу в СМИ, что вы общаетесь с федеральным правительством, чиновниками федерального уровня. Что это значит для нашего края, как наш край это будет задействован? Вот важный вопрос для вас. Да, вы знаете, я и президент просил меня поддержать поскольку когда президент сюда. Ну, вы дали микрофон, вот какой дали, в такой говорю поскольку. Вот так вот говорить? Да. Ну, давайте я буду вот так держать, ладно. Так лучше? Да. Я извиняюсь, мне просто слышно. Вот здесь расщедрились теперь, далее. Молодцы. А я пытался у Леонова, говорю, дайте микрофон. Нет, вам не получится. Ай, Михалыч, ваш дорогой. Извините. Хороший вопрос, на самом деле, но совершенно очевидно и для меня, как для человека, который пришел из проугодительной системы и много лет носил погоны, что есть разные уровни финансирования. Эти уровни финансирования конкурентны. Ну, то есть большинство программ нужно отстаивать на конкурсной основе. Вот есть масса федеральных программ, есть краевые программы, но краевой бюджет, понятное дело, не сравнить с федеральным, есть муниципальным. Вот моя задача, каковую я ставлю перед правительством Хабаровского края, чтобы по каждой программе мы в интересах Хабаровского края высоток выжимали по многим. Ну, то есть есть программа комплексной развития территории сельских. В селе, соответственно, должны по этой программе послужить участвовать, каждый год строить клуб, спортивный центр, еще что-то. Но зачастую не все чиновники эффективно готовят эти программы. В этих программах есть тоже и доля софинансирования и краевого, и мы на это обязательно идем и муниципального, и там, где есть крупные предприятия, тоже есть принцип обязательно приглашать эти крупные предприятия. Ну, например, у нас много вершин, они же могут там софинансировать 10% от этого. Вот почему я общаюсь с большим количеством федеральных министров? И сейчас во-первых, нам нужна реально промышленность, нам нужно производство. Вот сегодня с работниками ТЭНС мы разговаривали на этот счет, они говорят, приведите их. Послушайте, у нас уже не Советский Союз, и не Госплан. Я всех зову, давайте заниматься бизнесом. Но опять же, для того, чтобы мы собирали большое количество налогов, нам нужно возрождать наше судостроение, на которое я сегодня смотрел заброшенное Кусоро. Нам нужно делать не добычу рыбы, и мы сегодня с руководителем рыбных производств говорили, а ее переработку. Более того, Кусоро, нам надо ее удешевлять и через местный магазин для местных продавать дешево, но уже конечных продуктов, Кусоро, а не тащить ее рефрижератами на центральную Россию. То же самое, Кусоро, золото добывают здесь, добывают Кусоро, на Гоках. Куда его везут? Его везут на финажные заводы, ближайшие из которых находятся в Красноярске. Хотя здесь когда-то Кусоро, был финажный завод, Кусоро, что нам мешает здесь построить завод? Но я не могу взять и заняться бизнесом вместо кого-то. А вот поддержать, сопроводить бизнес, заставить все свои министерства и всех глав, включая вашего главу Кусоро, чтобы они сопровождали любую инициативу бизнеса. Я точно должен. И для этого как раз я и встречаюсь со всеми федеральными министрами и еще даже в этом месяце уже кого-то не позвал. Кусоро, Куренков приедет, Кусоро, по пожарам, потому что не работает в том числе и здесь 25-й Кусоро. и конечно ее нужно какой номер Юрий Анатольевич Кусоро? Кусоро 25, не лицензировано Кусоро. И поэтому то, что должны проводить они проверки, вот нам сегодня на Росгидро сказали, что проводит Сахалинский, зарабатывает деньги, представляете, не наши Кусоро получаются участники Кусоро Сахалинский. Плохо, это конечно плохо. И привезем федерального министра Мантурова, для того, чтобы он подумал, как вернуть вопросы соответственно нашего производства, то есть это там того же судостроения, вы знаете, он первый замк предправительства Кусоро. Цивилева, потому что у нас есть проблемы с энергетикой. Николаевич кстати, хорошо, вот мы сегодня на ТЭЦ увидели, что все-таки мне кажется, надо попросить всех выключить телефоны, если мы хотим нормально работать, а то там звонят, то там звонят. Вот. Поэтому моя задача привлечь максимум федеральных денег, не так, что дайте нам больше, чем другим. Я же понимаю, что в Хабаровску не дадут больше, чем в Новосибирску или в Ксилинбург. Поэтому моя задача в чем? Убедить бизнес на условиях наших более серьезных преференций, чем других, заходить к нам. Вот у нас есть избыточные электричества. Вот мы едем с Леоновым, я говорю, слушайте, если ТЭЦ способно с ТЭЦ едем к Кусоро, вырабатывать больше электричества, чем нужно городу, в Антеплице. Они же энергозатратные и энергозатратные, Кусоро. Еще нам не нужны дешевые огурцы и помидоры, которые мы можем выращивать. Нужны. Но, еще раз, вот не я бизнесмен, Кусоро. Вы, люди, должны думать. Мы готовы рассматривать вопрос о субсидиях, и именно для этого я федеральных министров и притягиваю, Кусоро. Я говорю, слушайте, дайте нам возможность поучаствовать в программах. Дайте нам для тех людей, которые энтузиасты, возможность зайти в субсидию, например, на обработку рыбы, Кусоро. И сегодня я нашим рыбникам сказал, потому что нам действительно нужны пластыри рыбы, нам нужны уже эта икра не проданная куда-то, а остающаяся здесь на буках магазинов в баночках рассортированная. Причем, там не прокомерская, а легальная, не та, которая там. Я понимаю, что где-нибудь на рынке там, наверное, ее здесь можно найти, потому что в любом случае там нерестовая река, где-то она там добывается. Но я-то в чем заинтересован, чтобы мы налоги платили, чтобы мы их собирали, чтобы мы их на больницы и дороги для вас тратили. Вот запустить все эти процессы это большая сложная работа. Я один без вас, без всех и без федерального центра просто это сделать не смогу, поэтому каждого из федеральных местных притягиваю и говорю, давайте подумаем, где мы что можем сделать, потому что там теплица тоже сложная история, которую я просто как пример привел, который только сейчас возник, сегодня, когда мы ехали и говорили об избыточных энергомощностях. Поэтому нужно предложить опять же таки и субсидию, и банковский кредит по пониженным ставкам, чтобы человеку было интересно. И вот это, конечно, власть должна делать. То есть она должна сопровождать бизнес, она должна убирать административные барьеры для того, чтобы развить здесь Николай Искнаморь, для того, чтобы вдохнуть в него снова жизнь и чтобы больше налогов собирать, больше платежей собирать. Но, еще раз, без вас, без всех, без энтузиастов я не обойдусь. И мы сей не обойдемся. И мы должны понимать, что и 150 лет назад, когда сюда приходил капитан Невельской, первый славяне, которые заходили сюда, что они делают? Да, они сами работали. Они же не рассчитывали, чтобы, кстати, батюшка им там принесет что-то. Но вот помогать в этой ситуации давайте подумаем как. Спасибо. Добрый день, уважаемый Дмитрий Викторович. Добрый день. В свете последних событий, связанных с арестом заместителя председателя правительства края по социальным вопросам, скажите, пожалуйста, изменится ли состояние и ситуация здравоохранения нашего района в лучшую сторону? Добрый день еще раз. Думаю, что нет. Именно в связи с арестом запретов правительства мы убеждем, что нет. Потому что прямой причины связи нет. Можно не буду комментировать, потому что я могу и знаю, и погружен в эту повестку. Но мне как-то некорректно я все-таки исполняющий обязанности губернатора, а не правоохранитель теперь. А вот проблемы действительно глобальные. Вот глобальные стройки объекта здравоохранения. Да, собственно, и ваша Николаевская больница один из примеров. Но сколько лет посудят в больнице, вот она строится, строится, причем стройки все сносятся, сносятся в оборудовании. И, собственно, мы видим, что инкриминируется просто тому же никому. Завершение цель на это оборудование посудит. То есть это меньшее оборудование по большей цели посудит. Вот вам и ответы, почему вы их не получаете. Потом опять, по количеству мест. Вот. А сегодня вот я ходил по поликлинике и ходил по больницам. Спрашиваю посудит. Почему посудит хирургии и посудит фалаты? А потому что у нас, как-то, места есть, а врачей узких специальностей нету. Поэтому мы держим в других отделениях посудит. Вот это, конечно, нарекание к нездоровому посудиту. Это, конечно, нарекание в том числе и теперь ко мне посудит. И что я для этого сделал? Первое, что сделал, увидев вашу критику, справедливую критику. Пошел в медуниверситет, который, кстати, напротив Белого дома в Хабаровске и в Расболожен посудил со студентами и посудниками. Поговорил им, что им не хватает. Как нам увеличить программы социального сопровождения. сельский фельдшер, сельский доктор. Помимо денег, помимо подъемных, понятное дело, что есть большое количество совокупной социальной инфраструктуры, которая им нужна. То есть, молодая студентка, которая там хочет замуж выйти, которая хочет детей тоже нарожать. Конечно, она хочет ехать туда, где комфортно, где есть трудуар, где есть магазины, где она сможет сходить в кино, где там она родит ребенка и он пойдет в детский садик. Поэтому этот вопрос комплексно надо решать в государстве. И мы его сейчас постараемся решить. Уже за счет федерального бюджета мы посчитали резерв, который мы можем сэкономить, в том числе на сопровождении государственных чиновников разных государств. Мы подсрезали эти программы. И 20 мест, 25 мест государств. Мы в медицинском университете селимся одно место в институте повышения квалификации. За наш счет, за региональный бюджет увеличили. Значит, есть среднее медицинское образование. Значит, поставили тоже вопрос, сейчас проработали и тоже увеличим на 200 мест. Ну, почему? Чтобы большее количество ребят и девчат обучить. Вот. Значит, точно понимаем, что это должны быть целевые места от Николаевска, от Комсомольска. Потому что тоже опять разговаривал с Хабаровским медуниверситетом, что разговаривают. А у нас большое количество ребят, которые приезжают там с других городов, с Благовещенска, с Красноярска, с Якутска. И они, конечно, уезжают не сюда, в Николаевск. Они уезжают к себе в города. Вот. И какая у нас задача? Отсюда все-таки набирать больше местных. И в этом абсолютно убежден. если мы возьмем студента, если мы его обучим, если мы будем сопровождать его в Хабаровском медуниверситете, он все эти годы, конечно, он вернется к Николаевску. С большой сеть невероятности это хочет. Здесь он изменить за рухонение больше. Значит, социальную помощь мы будем увеличивать. Но не только деньгами. Вот еще раз услышите меня, пожалуйста, что самое важное. Мы должны комплексно этот вопрос решать, потому что человек хоть сколько ему там, хоть миллион, хоть два насыпить этих подъемных, но если ему предлагают поехать в деревню поломать расшельское уклад, и там ничего нет в этой деревне, там единственное развалившееся, там даже не ФАПа, не назовешь его, он не захочет туда идти. Поэтому вот то, что недорабатывают в Хабаровску и главы сельских поселений, там у них маленькие бюджеты, но они должны отстаивать все вопросы, участвовать в каждой программе, искать каждую зацепку, для того, чтобы хоть лишнюю копеечку, но с каждой программы получается с федеральными, с краевой. У нас 230 программ. Вот мы считали, вот я пришел в курсу с федеральными бизнесами, 230 разных программ по разному направлению, там полига сельского хозяйства, полига здравоохранения, полига строительства. Каждую из них нужно использовать. А у меня сердце крови открывается, когда я сейчас провожу расширенные заседания процессы, и вижу, что у нас финансирование из федерального бюджета, которое поступило на советство школ и медицинские учреждения. Если для конца года мы не освоим, эти деньги вернутся в федеральный центр. И больше никогда не вернутся в Хабаровский край, включая Николаевский. Потому что, например, у нас проект здравоохранения в этом году, в 2024 истекает, и все, его не будет. Вот поэтому, конечно, у меня большая беспокойность. Я не являюсь мягким человеком. Я сейчас спрашиваю чиновников, а что ты сделал? Поэтому все справедливо. И привлечение к уголовной институту, которые за свою компетенцию в интересах людей не смогли ответить, тоже справедливо. Спасибо. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Ты сюда задаешься? Рады приветствовать вас на нашей Нижней Амурской земле, патриархии городов Дальневосточных. Меня зовут Нина Найденова. Я являюсь редактором газеты «Амурский лиман», который в этом году исполнится 100 лет. Также являюсь депутатом районного собрания. Мой вопрос заключается вот в чем. Вы в своих социальных сетях и вот уже сегодня озвучили, что формируется атлас проблемных объектов Хабаровского края. Нас, жители Николаевского района. Что ждет по итогам этой большой работы? Вот спасибо. Вот смотрите, по Николаевскому району вот я готовился к выезду вот докладываю вам вот 56 объектов, из которых часть включила администрация района, часть включили люди. Уже в него включены. Я только вот еще сегодня несколько увидел. Каждый из этих объектов будет включен и в бумажный, и в интерактивный носитель по слову. И вы сможете видеть. администрация должна отчитываться в данном случае, что да, мы не сможем там, ну, все бараки заменить на великолепные дома. Потому что это дорого. Вот мы сегодня на Орлово были и в новом доме посмотрели, но, извините, там, съел этот первый подрядчик, который в 17-м году просто обманул дочеков, которые туда включились. И, соответственно, что людям от этого легче стало? Нет, конечно. И вот в результате 443 миллиона рублей краевой региональный бюджет подраздел на то, чтобы этот дом достроить. Слава Богу, вот часть квартир сейчас выходит там как раз под врачей, под педагогов, под детесивых. Вот моя задача, чтобы мы вместе с вами этот атлас проблемных объектов переводили в категорию непроблемных. Ну, чтобы мы контролировали, что вот этот барак, он у нас стоит, через два года он должен быть расселен. Соответственно, это убожество должно поменяться там на красивый дом. Например, там, на соседнем участке. Там должны быть конкретные сроки. Вот пока только по Николаевску таких объектов 56, а всего по краю там более 500, мне говорят, что где-то под 1000 будет объектов. вот наша с вами задача, чтобы все-таки обернуть власть не к желанию рассказать о том, что все хорошо. Есть хорошие аспекты, но есть и проблемы к этому. Вот к этим проблемам нужно разворачивать, чтобы они были цели-указаниями для власти, для чиновников всех уровней, чтобы они думали, как их решить, и чтобы они отчитывались перед вами. Викторович, рада вас приветствовать. У меня к вам следующий вопрос. Меня зовут Габриевич Татьяна, я директор эколого-биологического центра, я являюсь депутатом Совета городского поселения. У нас существует острая проблема с количеством авиарейсов. Иногда нам приходится покупать билеты за месяц, а то и более. Возможность есть дополнительные рейсы Благовещенск Николаевск на Амуре. Добрый день. Смотрите, сегодня, пролетев утром, я как раз задался этим вопросом, мы с главой как раз говорили, в принципе, сказал мне тоже сына, что там до месяца люди покупают билеты. Смотрите, вот рейсы межрегиональные, то есть рейсы, которые не относятся к Хабаровскому краю, Благовещенск соседние, но все-таки соседние, не моя морская власть, я на это влиять не могу, я могу написать только письмо русской авианции, чтобы они рассмотрели. Рейсы внутренние могу, и увеличивать конечно их надо, и вот собственно, хорошо, что приезжаешь же, видишь, потому что, я точно так же поездил, поездил, на порту, доходил, Косфот совершенно наглядно увидел, что летом опять, туристы, вот мы остановились в гостинице Северной Косфот, там вся гостиница забита туристами, там Шантали, там ходят, еще куда-то там по рекам, по спламам, Косфот, это же тоже дополнительная нагрузка как раз на авиасообщение. И понятно, что и жители Николаевска тоже не могут зачастую Косфот купить билеты и вынуждены долго ждать. Поэтому увеличивать субсидированные рейсы Косфот из Николаевска на Хабаровск, это я вам обещаю. Значит, переговорить относительно рейсов в другие регионы, это не моя компетенция, в федеральном уровне письма им напишу. Обещать не буду, чтобы вам не лукавить, потому что, еще раз, это не моя компетенция. Но, вот, в пиковые периоды, на самом деле, абсолютно обещаем, вот сейчас как раз в пиковые периоды, середина лета, увидела, что полностью заполненная гостиница, да нам надо где-то рейсов 12-14 в неделю отправлять в Косфор, чтобы эту потребность закрыть. Я, собственно, не сам это придумал, я сегодня в аэропорту там вместе с вашей же администрацией просто рассматривал. Мы будем субсидировать эти рейсы. Поэтому по внутренним обещаю, по внешним за пределы края Косфор постараемся этот вопрос решить, но, к сожалению, это не в моей компании. Все отлично показывают, что входит не вести в конец может быть, но в нее мы не должны сохранять .